Почти полторы сотни погибших и ушедшей под воду города. Такая картина сейчас в Индии. Муссонные ливни там бушуют уже больше недели. Реки вышли из берегов, непогода рушит всё вокруг. Во многих районах люди остались без еды, воды, связи и без электричества. Из эпицентра стихии репортаж нашего собственного корреспондента Дмитрия Мельникова. Муссонные ливни! Кагимуна поднялась до самого высокого за весь период наблюдения уровня и затопила сады вокруг беломраморного мавзолея. Основная проблема, что вода очень грязная. Она попадает и в Тадж-Махал, и в наши дома. Кроме того, вода уничтожила большинство урожая. Свободно пасущиеся по всей Индии коровы гибнут тысячами. Нарушена жизнь и дикой природы. В Гуджарате, спасаясь от наводнения, к людям вышел король джунглей. А из-за разлива рек в деревне пробираются рептилии. Сезон дождей, которого фермеры ждут как главный источник влаги в году, на этот раз принес разорение, уничтожил урожай и спровоцировал невиданный томатный кризис. Лук и помидоры – основа индийской вегетарианской диеты. Но вот за пару недель цены на томаты подскочили в 4,5 раза. Теперь за кило помидоров просят до 200 рупий вместо 30 всего месяц назад. И слушая разговоры на овощных рынках Дели, понимая, что главный вопрос у всех на устах. Почем сегодня будет помидор? Томаты – база всей индийской кухни и основа почти любого местного блюда. От батер-чикен до панир-махани индийская кухня немыслима без томатов. Я купил по 180 рупий за килограмм, но многие не могут себе этого позволить или просто экономят. Поэтому сейчас все делятся рецептами блюд без томатов. Фермер Ишвар Гаикар из Махараштры вместе со своей женой Талукой за последние два месяца заработали на своих помидорах почти 30 миллионов рупий. Годы тяжелой работы не приносили мне таких денег. Я всегда терпел убытки. У меня есть еще 4000 ящиков помидоров. Если я их продам, то всего заработаю 35 миллионов. Семья очень довольна заработком. Спасибо жене, которая помогала. И родителям за благословение. Рекордные осадки в ключевых сельхозрайонах привели и к росту цен на зерно. Власти ввели запрет на экспорт большинства сортов белого риса, что может коснуться почти 80% всего рисового экспорта из Индии. Сейчас существует огромный спрос на внутреннем индийском рынке, поэтому цены не снизятся. Запрет повлияет на цены в странах-импортерах. Они не смогут получить достаточное количество риса из-за того, что Индия является основным поставщиком этого продукта. Решение Нью-Дели запретить вывоз риса уже сказалось на ценах и на глобальном рынке, на который Индия поставляет более 40% от всего мирового объема. В самой же Индии, несмотря на этот шаг, цены на базовый продукт с начала года выросли в среднем на 10%. Но Индия обещает, что готова в качестве исключения временно снять запрет, если правительство какой-либо из стран обратится с просьбой о поставке, чтобы обеспечить питанием население и не допустить голода. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести Нью-Дели. Индия.